Я рада вас приветствовать на моём канале. 1 ноября, 19 октября по старому стилю, отмечается Иванов день, проводы осени. Эта дата в церквях является днём, когда были перенесены мощи преподобного Иоанна Рыльского. В народе в этот же день назван Ивановым, во время которого устраивались проводы осени и встреча зимы. С Иванова дня начинались сильные морозы, а это означало, что осень перестала царствовать над природой и пришла ей на смену зима. Чтобы не обидеть эти две пары года, устраивались достойные проводы первой и встреча второй. У входной двери обильно раскидывали листья, а сверху клали домотканную дорожку, по которой должна была зайти в дом зимушка-зима. На проводы осени 1 ноября принято забивать кур и готовить из них различные блюда. Суп с лапшой, жареную птицу с картофелем, варёную, а также парёную и тушёную с грибами. Но коронным угощением был курник, пирог с курицей. У каждой хозяйки был свой рецепт, которым она не делилась со всеми, передавая только лишь своей дочери или невестке. 1 ноября ещё называют конюховым днём, поскольку сегодня дворовые в конюшнях балуются, пугают лошадей, путают им гриву и сбрую. Мужики, зная, что большого вреда их коням не будет нанесено, не мешали озорняку. Они уходили в дом, сидели за накрытыми столами, пили брашку и пиво, а также травили байки, делились страшными историями. Проводились даже своеобразные соревнования, кто веселее или страшнее расскажет, после которых наказывали проигравшего. По народным приметам считалось, что если 1 ноября сороки будут сильно шуметь, то могут разозлить дворового. А недовольный он мог не просто шалить с лошадьми, но нанести вред им особым образом. Поэтому сорокам сегодня кидали корма вдоволь, чтобы они наелись и никого не беспокоили. Однако сороки неугомонные, поэтому на всякий случай считали специальные заговоры на лошадей. С древних времен и до наших дней дошла примета, что Низав Иванов день 1 ноября заставляет лошадей работать. Дело в том, что издавна 1 ноября даже назвали конюховым днём, когда дворовой дух дразнит лошадей, пугает их, дергает за гриву кобыл и на дыбы поднимает жеребцов. Поэтому в Иванов день не рекомендуется нагружать лошадей тяжёлой работой. Их нужно досыто накормить, расчесать и почистить. Когда они холода, переживут добром здравии и полной сил. Нельзя в этот день вечером работать. Считается, что нужно собраться всей семьёй и поесть блюдо из курицы. Главное, чтобы на столе был суп лапша со свежей курятиной. На второе нужно подать птицу в жареном виде и обязательно приготовить курники. Это закрытые пироги с уложенными слоями рисом, курицей, луком и яйцами, которые перекладываются блинами. После сытного ужина в Иванов день приятно рассказывать страшные истории. Делается это для того, чтобы порадовать домового, который очень любит такие рассказы. Первого ноября нельзя гнать прилетевшую на крышу сову. Тот, кто ослушается запрета, прилечёт в свой дом горе или даже смерть. Пусть птица посидит, а после улетит, забрав с собой все горести и печали. Нельзя в Иванов день оставлять на ночь на улице сушиться нательное бельё. По примете, в него может залететь злобный дух, который после вселится в тело человека. И тот начнёт хамить, ругаться, творить зло и сквернословить. Не стоит в этот день убивать пауков, поскольку считается, что в их тело вселяются умершие родные и близкие, решившие посетить свой дом. Тот же, кто посмеет убить паука в Иванов день, в будущем встретится с семью бедами, которые будут связаны с разными сферами жизни. Любовью, здоровьем, работой, деньгами, дружбой, успехом, счастьем. Ни в коем случае 1 ноября нельзя оборачиваться на звуки шагов за спиной. По примете, если так сделать, то может нечисть селиться. Запрещается в Иванов день жадничать. Особенно это касается птиц. Каждой птичке, прилетевшей во двор 1 ноября, надо насыпать зёрен. И чем больше птичек будет накормлено в этот день, тем больше счастья и удачи будет ждать человека в будущем. 1 ноября – это начало настоящих морозов. Поэтому и говорили, что тот, кто сегодня не замёрзнет, не застудится и в стужу крещенскую. Если снег пошёл и похолодало в Иванов день, примета, что весна будет поздней и сырой. Оттепель сегодня сулила тёплую весну. Если птицы низко летают, примета, что нужно ждать снегопада. Грязь в этот день, значит зима вступит в свои права лишь через месяц. Урожайный год на хлеб предсказывает снег, выпавший в Иванов день на мёрзлую землю. Иний 1 ноября на кустах и деревьях к морозу, туманы к оттепели. Зимы не ждали, если к Иванову дню вишня ещё в листьях стоит. Листопад обильный, примета, что суровая зима будет. Мокрую зиму обещает дождь 1 ноября. По приметам, длинная зима ожидается, если в этот день 1 ноября тепло. Жёлтые листья не опадают к этому дню, примета длительной тёплой осени. Гром во время проводов осени к урожайному лету. Считается, что тот, кто родился 1 ноября, счастливым будет, фортуна всегда на его стороне. Но при условии, если голову на плечах сохранит. Любят эти люди азартные игры. Это их беда и зачастую причина нищеты. Что же категорически нельзя делать в праздник святого Иоанна? Нельзя в этот день жадничать. Отец Иоанн прославился своей щедростью и великодушием. Поэтому пожадничать в этот день значит осквернить память святого. Нельзя ссориться со своим любимым человеком, детьми и другими близкими. Важно, чтобы каждый из нас начал ценить любовь, отношения и взаимопонимание. Не стоит сегодня выяснять отношения. Береги свою любовь, если она для вас важна. Учитесь находить компромисс, дружить и общаться мирно, даже на неудобной теме. Если вы оба хотите сохранить отношения. Нельзя сегодня грустить и злиться. Это не тот день, который можно потратить на негативные эмоции. Наоборот, надо излучать свет, радость и делиться этим с окружающими людьми. Считается, что в этот день нужно ходить в гости и приглашать близких гостей к себе. Так ты призовешь удачу и благополучие на целый год. Я желаю вам счастья, здоровья и благополучия. Ставьте лайк и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Субтитры сделал DimaTorzok